День города Спасибо большое Вы знаете, что завтра День города? Да Как вы его собираетесь встречать? Встречать у меня завтра дочь выступает на балалайке играть В общем-то, я думаю, что обязательно с детьми нужно выйти Хорошо, спасибо большое Сергиево-Посадское телевидение, которое только начинает работать Вы знаете, что завтра День города? Да, знаю Как вы собираетесь его отмечать? Будем работать На площадке Ага, спасибо А как этого друга зовут? Бек Бек, ты можешь что-нибудь сказать для Сергиева-Посадского телевидения? Не съест он? Нет Все, спасибо большое, Бек С праздничком тебя, с наступающим Так, а вопросик можно вам задать? Вот как часто случаются поездки вокруг Лавры? Ну, как сказать Не очень часто Это в зависимости от народа Ну, когда бывают туристы, вот, Интур Приезжают Понятно Ну, это классно Мы как покупаем, допустим, лошадь Мы сами на дороге Машины причем У нас есть люди, которые боятся Очень страшно Вот так вот мы делаем круг вокруг Лавры Интересно испытать те ощущения, которые испытывают люди Первый раз приехавшие в наш город И первый раз в жизни катающиеся на тройке лошадей Родился я под колокольный звон Горели солнцем купола соборов Меня на ночь не вызывало споров Одним из самых дорогих имен Я честью горд Служить отчизне рад Уму и сердцу бесконечно дорог Провинциальный, небольшой наш город Великой русской Сергии в посадку Здесь согревают весь крещеный мир Своим дыханием маленькие свечи В них вера крепче, чем в большие речи Язык лишь медный Не стереть до дыр Болтун умен тогда, когда молчит В его глазах я патриот негодный Сам сластолюбец и чревоугодник Меня берется святости учить Позвольте веру мне иметь свою Жить и любить Какое это счастье А злых людей Не наделяйте властью, чтобы не накликать страшную беду Мне повезло Попал я в добрый плен И красотою окружен был с детства Пришла пора мне поделиться сердцем Со всеми, кто живет у древних стен Про эти стены знает стар и млад Они стоят, и это главный подвиг А по соседству деревянный домик Великий русский Сергеев посад Вот и завершилась, к сожалению, наша конная прогулка вокруг Лавры Большое спасибо, Таня Спасибо большое, Леночка Хочется поздравить тебя с праздником И этих трех прекрасных лошадок А вас также поздравляю с праздником Спасибо Никогда мы не забудем эту встречу всех друзей 20 мая детский комбинат «Золотой ключик» праздновал свой 20-летний юбилей Выражая сердечную благодарность президенту акционерного общества «Строенком» Владимиру Валентиновичу Шабанову Заведующей детским комбинатом Тамара Андреевна-Верительникова Стало так Вам желать быть здоровым, щедрым, добрым, веселым Не забыть желания наши, а желания простые Все желают по квартире, по садовому участку Извитка бы примяшку вы подкидывали нам А зарплата маловато, и живем мы туговато Инфляция заела, но мы твердо знаем дело И большой энтузиазм, смех, ирония, сарказм Нас сейчас от смерти спас Вам, каким мы пожелать, никогда не унывать Жить всегда одной семьей Дружной, доброй и большой А затем последовали поздравления в стихотворной, шутливой форме Работникам детского сада Никто не был забыт Не те, кто много лет проработал в детском саду И ушел на заслуженный отдых Не молодые специалисты Порадовали подарками и шефы От акционерного общества «Строенком» Несколько слов сказал президент Владимир Валентинович Шабанов Этот подарок имеет свою подоплеку Мы видим, что у вас сложились очень хорошие отношения с коллективом компании «Тонус» И мы часто наблюдаем вместе с вами те праздники, которые здесь происходят Их показывают в нашем районе по телевидению Но, наверное, наиболее интересно смотреть в своем кругу, в своем коллективе Поэтому этот подарок, он имеет еще и такую подоплеку и символичку С приятным сообщением специально для Дня города Наталья Оскольская и Александр Петров Все меньше и меньше остается людей, победивших в Великой Отечественной войне И отрадно осознавать, что среди подрастающего поколения Есть мальчишки и девчонки, которым небезразлична память Репортаж из 8-й Птицеградской школы 8-я школа Птицеграда Традиционный день открытых дверей в Народном музее Боевой Праздник встречи с ветеранами был большой и разнообразный Урок мужества, литературный вечер, игра «Что, где, когда» по истории 16-й дивизии Неотъемлемая часть котелка Гвардюха и тяжелая Правильно, это ложка Правильно, это солдатская фронтовая ложка 16-я гвардейская формировалась здесь, от Птицеграда до Софрина Начала свой путь в районе Осташково, не пуская немцев с севера И дошла в составе 3-го Белорусского фронта до Кёнигсберга Звание Карачаевска ей было присвоено за битву на Курской дуге По пути движения дивизии таких музеев было 12, осталось 5 Изменный участник походов ребят 8-й школы по маршруту дивизии Духовный отец музея, полковник в отставке Николай Иванович Белов Кавалер ордена Александра Невского Орденов Отечественной войны всех трех степеней Ордена Боевого Красного Знамени Ордена Славы Николай Иванович, что вас связывает с этим музеем, с этой школой? Я уже считаю, что наши годы подходят к черте Кто когда не знает, когда черта придет А пример у нас такой есть Умирают ветераны, а родственники свои архивы ничего никуда не дают Они пропадают просто А когда я стал председателем совета, мне избрали Вот как 17 лет уже бессменный То я все, что здесь видите, это честь в мои руки прошло А негатив весь остался у меня И этот негатив я решил поедать нашему народному музею Вы знаете, можно что-то выдумывать для воспитательной работы Сочинять всякие шоу и так далее Но когда есть такая живая работа, необходимая, нужная И прежде всего общение с ветеранами, это самое главное Вот там, вот в этой работе ребята раскрывались в походах Надо было просто видеть их глаза Как они встречали ветеранов, как они со слезами прощались Музыка 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 Последний звонок Это всегда трогательно и грустно Вдумайтесь в это слово Последний, то есть его больше не будет Это как бы та грань, черта, за которой остается детство Школьные годы самые лучшие, светлые в жизни В школе мы находим первых друзей, которые остаются потом на всю жизнь В школе впервые учимся понимать не только, что такое алгебра и физика Но и что такое добро и зло В школе многие встречают первую любовь И на всю жизнь сохраняют воспоминания о ней И вот сегодня для этих мальчишек и девчонок, а теперь уже для девушек и юношей Развенит последний звонок И кончится их школьная жизнь, опека учителей И пойдут они в незнакомую, такую сложную и интересную взрослую жизнь Ребята, перед вами открыты все пути Перед нами, перед вами новая жизнь И конечно мы учили вас быть честными, преданными, искренними людьми И конечно мы знаем, что очень многое зависит от вас И очень верим, что вы в этой жизни будете счастливы Самый настоящий праздник подготовили ученики школы для выпускников В нарядных, обсыпанных блестками платьях и костюмах они танцевали По традиции выпускников поздравили первоклассники Пожелав им счастливого пути А себе быть похожими на них В шуточной форме, отметив все то лучшее, что было у ребят А сами выпускники сказали спасибо своим учителям Которые столько лет были с ними вместе, учили их уму-разуму И вот наступил самый торжественный момент Вот он, последний звонок Первоклассника на плечах выпускников звонит в колокольчик Какие-то, ну все равно очень жалко, прям до слез, невозможно, что, не знаю Все-таки, последний год, больше никогда эту школу, наверное, не увидим Многим просто больше никогда уже не встретиться по жизни И это жалко, потому что проучились столько вместе И хочется все-таки быть вместе до конца Какие планы на будущее у вас, ребят? Учиться Тоже учиться Учиться Не секрет, где? В МГТО Пожарное училище Ивановское Милиция Грехотка Учитель нас проводит до угла А завтра вновь опять ему с утра Встречай, учи и снова расставайся Когда уйдешь со школьного двора Пройдись по тихим школьным этажам Здесь понято и прожито немало Был голос робок мел в руке дрожа Но ты домой с победой убежал И если вдруг удача запропала Пройдись по тихим школьным этажам На прошлой неделе мы рассказывали о бедах жителей поселка Лесхоз Сегодня замглавы администрации по вопросам строительства и жизнеобеспечения района Геннадий Михайлович Евдокимов Рассказал нам о мерах, которые будут приняты в ближайшем будущем, чтобы решить эти проблемы Руководство Лесхоза самоустранилось от этой работы И не была полностью готова котельная Для того, чтобы поправить положение Мы приняли решение все коммунальное хозяйство Лесхоза принять И постановление такое сегодня подписано Дальше мы смотрим весь объем необходимых работ по подготовке котельной к зиме Мы должны выполнить до отопительного сезона Объем этот очень значительный и где-то будет составлять около 600 миллионов рублей Предстоит еще изыскать эти средства И нам, по крайней мере, область обещает помочь в этом деле То есть мы намерены таким путем, путем передачи в муниципальную собственность Вот этого всего коммунального хозяйства, вложение туда денег И самое главное, что проведя все эти работы, мы существенно поправим дело То есть к зиме мы должны подойти таким образом, чтобы надежно выдержать работу коммунального хозяйства в зимних условиях Геннадий Михайлович, они еще жаловались, что у них плохо идет вода То только горячая, то только холодная Как будет решаться этот вопрос? Значит, мы уже сталкивались с тем, что буквально целую неделю не обеспечивалось холодной водой поселок Значит, там выходили из строя насосы погружные Мы оказывали единовременную помощь лесхозу Но теперь, я уже говорил, что мы приняли решение не только по котельной, но и по всему коммунальному хозяйству То есть все жилье будет передаваться муниципальному предприятию города Все хозяйство по воде, по канализации будет передаваться в водоканалу Так что положение там существенно по холодной воде С отоплением понятно, это будет решен вопрос к зиме, а с водой приблизительно сроки? Я думаю, что сейчас положение там более-менее стабилизировалось Но окончательно, я думаю, что в течение июня-июля там положение полностью будет восстановлено полностью Вчера, 29 мая, в городе был праздник, который проводится ежегодно Называется он так же, как наша программа «День города» И поэтому весь наш выпуск будет посвящен исключительно этому празднику Самым крупным, значительным событием 29 мая было вручение сертификата ЮНЕСКО О включении ансамбля Троицы Сергиевой Лавры в список особо ценных объектов мирового культурного наследия Сертификат вручал НИСТР иностранных дел России Андрей Козырев Он отметил, что отныне то, что было известно веками, становится официально признанным Троица Сергиевой Лавры отныне звезда в короне мировой культуры Часть всемирного наследия, она здесь у нас в России и мы можем этим гордиться Сертификат был вручен мэру города Валерию Степановичу Юдакову Он от имени всех граждан Сергиева Посада поблагодарил министра, лица из ЮНЕСКО и правительства, которые способствовали этому делу Его преосвященство епископ Арсений отметил, что это событие в будущем будет иметь большое значение для Лавры Были годы, когда они по назначению использовались и переделывались объектом монастыря Отныне все здания архитектуры ансамбля будут использоваться в том назначении, в котором использовались прошлые века Данный документ поможет решить те проблемы, с которыми сталкивается Лавра С речью выступил депутат Совета Федерации России, первый заместитель главы администрации Московской области Анатолий Васильевич Долголаптев Он отметил, что состоялся формальный, но крайне важный для всех нас акт признания того, что сделал российский народ Слава Богу, что в Сергиевом Посаде нашлись люди, которые в самую лихую для нации эпоху сумели сберечь, отреставрировать уникальный ансамбль Также Анатолий Васильевич поблагодарил министра за приезд и подарил на память о Троице Сергиевой Лавре картину «Лавра зимой» Сергиев Посад вписан в список всемирного наследия Это надо было сделать 45 лет назад А сейчас надо поддерживать, восстанавливать и гордиться Я хочу пожелать, чтобы мы все гордились нашим отечеством Андрей Владимирович вместе с женой посетил выставку игрушек Сергиев Посадских мастеров И судя по тому, сколько времени они там провели, Сергиев Посадские игрушки их просто очаровали Сертификат, как сегодня говорили, это гарантия государства, что сей памятник или данный памятник будет уже сохранен для истории человечества Не только для нас с вами, живущих здесь, для внуков и так далее Праздник проходил одновременно в нескольких местах И если вы не успели где-то побывать или что-то посмотреть, присоединяйтесь к нам И давайте вместе вспомним, что же происходило 29 мая С 8 утра на Красногорской площади проходила ярмарка учебных заведений из многих городов России Церемония открытия праздника проходила на площади у административного здания Жители Сергиева Посада поздравил глава администрации Валерий Степанович Юдаков Праздничное шествие с ансамблем барабанщиц, с русскими фольклорными коллективами проследовало на Блинную гору Здесь и состоялось массовое представление «Русская свадьба» Праздник День города проходил одновременно в нескольких местах Так в выставочном зале «Конный двор» состоялась встреча с архитекторами под названием «Сергиев Посад и судьба его памятников» В это же время на площади у Дворца культуры имени Гагарина проходили игры, конкурсы, аттракционы для детей «Играй городок» А на Красногорской площади выступали самодеятельные коллективы клубов города и района А у Белого пруда была молодежная тусовка, где выступали рок-группы, а иногда и просто танцевали А на Блинной горе концерт авторской песни с участием таких звезд, как Мирзаян и Виктор Третьяков Не то лишу зуба, вижу Нюрк вся в соплях, хнычит и мне пальцем на портрет тычит Порубали в худые места оба войска друг друга И почти полгорода собрали на свое выступление любимцы публики, группа «Доктор Ватсон» И, конечно, Владимир Маркин со своей командой «Трудное детство» В конном дворе состоялась встреча с архитекторами Сергеев Посад и судьба его памятников На встрече присутствовали выдающиеся архитекторы, строители, люди, которые приложили немало сил, чтобы сохранить архитектурный ансамбль Тройца Сергиевой Лавры И люди, которые ведут современное строительство в городе На встрече присутствовали такие выдающиеся архитекторы, как Виктор Балдин, Георгий Кадышев Главный архитектор города Виктор Журавлев, генеральный директор фирмы, которая ведет современное строительство в городе Виктория-7 Виктор Круликовский Виктор Иванович Балдин, человек, чье имя неразрывно связано с историей города, выступил на встрече Поделяясь воспоминаниями о том, как тяжело велись реставрационная работа в Лавре И сколько труда, сил было положено на то, чтобы не дать многоэтажной застройке вплотную подойти к стенам монастыря Балдин – человек, известный в городе и стране Им написано несколько книг о Тройце Сергиевой Лавре Заслуженный архитектор, почетный член Российской академии архитектуры Им разработано более 50 проектов по восстановлению памятников архитектурного ансамбля Тройце Сергиевой Лавры На сегодняшний день, отметил Балдин, главная задача – это облагородить всю территорию вокруг Лавры Администрация города относится к этому внимательно И сейчас заказываются проекты по приведению в порядок территории вокруг Министеря Большую роль в разработке проектов охранной зоны вокруг Лавры сыграл Георгий Иванович Кадышев Заслуженный архитектор России В своей речи он сказал, что подходит к завершению работы над генеральным планом застройки города Отличительной чертой этого плана является бережное отношение к памятникам Без памяти о прошлом – будущее невозможно Заведующая архитектурным делом Сергиева Посада Галина Макаровская Отметила, что в это десятилетие в историю архитектуры Сергиева Посада Входят два имени – Георгий Кадышев и Виктор Журавлев Главный архитектор города как бы продолжает дело, начатое Балдином Ему свойственно бережное отношение к памятникам И здания, строящиеся по его проектам, прекрасно вписываются в старинный облик города Каждое здание сугубо индивидуально Это делает город не похожим на другие Мы спросили Виктора Ивановича Балдина, что он думает о современной застройке города Последнее, будем говорить, десятилетие определилось четко в городе понимание, уважение к наследию архитектурному Это очень радует Теперь можно говорить о мелких удачах, неудачах Но город, исторический город, уже не пропадет Вот я смотрю, пошли коттеджики двухэтажные вокруг Лавры в центре города Это лучше, чем пятиэтажные дома Конечно, строительство – это заслуга не только архитектора Должны быть люди, которые приводят в жизнь их замысла В городе основные строительные работы ряд фирмы «Виктория-7» И мы спросили ее генерального директора Виктора Ивановича Балдина Почему он решил складывать деньги именно в строительство, от которого отдача получается не сразу Сразу отдачи нет, но перспектива этого большая очень Поэтому нельзя думать только о сегодняшнем мире Но нужно думать о перспективе И мы с Журавлевым Виктором Даниловичем об этом думаем